МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Общественное мнение». Здравствуйте! Самарская область ежегодно принимает тысячи туристов и деловых партнеров из самых разных стран мира. Культурные обмены или деловые отношения, о чем бы ни шла речь, лучше вести ее в форме открытого диалога. Вот об общественной дипломатии и международном сотрудничестве говорим сегодня с моим гостем. Это Дмитрий Камынин, член общественной палаты Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий Валерьевич, ну, пожалуй, нет такой сферы в Самарской области, в которой бы не участвовали партнеры из других государств, иностранные партнеры, оперный театр ездит у нас на гастроли в зарубежные поездки, медицинский университет у нас сотрудничает с различными странами, вузами. Вот как вы считаете, остались ли какие-то сферы неохваченные? Или везде мы уже представлены? Ну, здесь надо начать с того, что сказать, что вообще говоря, у нас 193 страны участниц ООН, и из 193 стран Самарская область в разные периоды времени контактировала со 110 странами. То есть, можете себе представить, больше половины стран, которые официально признаны в мире, являются членами ООН? А на сегодняшний день? На сегодняшний день статистика, как это ни жалко, но намного хуже. А с чем, собственно? Ну, в первую очередь, это, конечно, связано с общемировой ситуацией, с нашими внешнеполитическими некоторыми проблемами. Во втором случае это связано и с ухудшением экономической ситуации, потому что, естественно, большое количество контактов велись по экономической линии, это было международное партнерство в сфере экономики, и мы в данном случае выступали и как импортеры большого количества товаров и услуг, и как экспортеры огромного количества товаров. Но, безусловно, вот все сферы, которые вы перечислили, это и наука, может быть, в первую очередь даже наука, и культура, образование, волонтерское движение очень серьезно, образовательные проекты, которые связаны с дополнительным образованием. Тоже очень много различных международных проектов. Здесь единственное, пожалуй, что надо отметить, что, наверное, самый большой вопрос, который в связи с этим возникает, это то, что вот все эти контакты, они в достаточной степени разрознены, к сожалению, на сегодняшний день. То есть, условно говоря, у нас очень многие занимаются с той или иной международной деятельностью, но своим вот этим накопленным опытом, своими связями, своими возможностями, они со своими же партнерами внутри региона не всегда делятся. Я так понимаю, эта проблема легла в основу вашей какой-то такой концепции, можно ее так назвать, да, международной дипломатии, общественной дипломатии? Ну, вообще, термин «общественная дипломатия», он происходит от английского «public diplomacy», и он в первую очередь, конечно, подразумевает некое проецирование наших взглядов к нашим международным партнерам. Это делается для того, чтобы донести те принципы нашей работы, наше мировоззрение, наше убеждение для наших партнеров для того, чтобы вот этот диалог, он строился на взаимном понимании друг друга. Безусловно, наши партнеры, наши друзья в зарубежных странах, они стараются всегда нам объяснять, как они видят себе это сотрудничество. И принципы открытия дипломатии подразумевают, что мы им тоже объясняем, как мы видим со своей стороны наше сотрудничество, находим общие точки соприкосновения, и вот тогда это сотрудничество, оно приносит свой результат. Вот как на деле это выглядит? Ежегодно, к примеру, форум «Иволга» проходит, теперь уже ежегодно в Самарской области, ежегодно приезжают иностранные участники. Вот как на этом примере вы можете объяснить, рассказать, привести? Я так считаю, что это положительный пример взаимодействия. История международного, международной составляющей, международный компонент форума «Иволга» началась в 2014 году, когда впервые был проведен форум «Волга-Янзы», точнее его российская часть, потому что есть еще та часть, которая проходит в Китайской Народной Республике, и тогда как раз первая делегация, большая делегация из Китайской Народной Республики приехала сюда к нам, и, соответственно, состоялось первое знакомство и первый опыт проектной такой деятельности, когда ребята из регионов ПФО и ребята из регионов Китайской Народной Республики совместно планировали свои проекты. Вы же видели своими глазами все это, вы участвовали как эксперты? Да, я присоединился к международному направлению к его организации в 2015 году, и там у нас уже действительно география присутствия, она расширилась, к нам приехали ребята из Евросоюза, помимо уже наших проверенных партнеров из Китайской Народной Республики, уже наших друзей, и в этом году тоже приезжает большая делегация из Китайской Народной Республики, и мы рассчитываем, что приедет делегация из Франции. То есть количество... Да, но это молодежные проектные деятельности, она ведется по пяти направлениям, это и культуры, это и наука, это и предпринимательство, то есть молодые люди пытаются вот как раз договориться об общих точках соприкосновения, пытаются, наши ребята, я надеюсь, будут стараться донести до своих сверстников из зарубежных стран, что можно и нужно работать не только с Российской Федерацией в целом, но и конкретно вот с Самарской областью, что наш регион, он открыт, и самое главное, что у нас нет никаких предубеждений, мы настроены именно на сотрудничество. Ну что самое любопытное в этой коммуникации, молодежный, международный, насколько быстро общий язык ребята находят? Молодежь всегда находит общий язык намного быстрее, чем люди, которые, может быть, немножко более старшие, но я должен сказать, что сейчас вообще нет проблем с коммуникациями, да, то есть пообщаться люди могут как вот на таких мероприятиях, как ИВЛГ, это безусловно один из самых ключевых, одна из самых ключевых возможностей общения, но мы же с вами ежедневно пользуемся социальными сетями, у нас большое количество знакомых, в том числе из многих зарубежных стран. Вопрос заключается не в том, что есть трудность взаимодействия, вопрос заключается в том, что после этого взаимодействия рождается некая совместная инициатива, которую нужно продвигать, которую нужно реализовывать. Вот о них поподробнее расскажите, социальную коммуникацию я понимаю, культурную я тоже понимаю, может быть, к экономике поближе, что уже вот из этого взаимодействия с Китаем мы получили? Ну, здесь я бы, наверное, все-таки начал не с экономики, а с науки, давайте так, потому что ключевым взаимодействием, вы понимаете, бизнес, бизнес есть бизнес, да, бизнес-партнер это человек, который тебе доверяет, да, вот пройти путь от вот этого первоначального знакомства до этого доверия как раз помогают больше другие сферы взаимодействия. Конечно, безусловно, это взаимодействия, которые ведут наши высшие учебные заведения, да, богатейшие опыты у объединенного вуза и у медицинского университета, огромный накопленный опыт по организации научного сотрудничества. Безусловно, на этом фоне у нас возникают какие-то бизнес-интересы у наших зарубежных коллег, и вот я могу привести только один пример, нас ожидает вот в ближайшее время уже ставший очередным российско-швейцарский форум, он пройдет в начале июня, это как раз вот следствие многочисленных контактов с швейцарской конфедерацией, которую Самарская область традиционно ведет, уже сюда приезжает. Но основа-то тоже научная будет у этого форума, насколько я знаю, в жизни проходят. Насколько я знаю, будет именно с точки зрения инвестиций построен диалог, то есть приедут инвесторы, которые потенциально готовы вкладываться в экономику Самарской области. Но это вопрос, наверное, больше к организаторам форума, значит, мы там будем принимать участие тоже в качестве гостей, в качестве участников, но вот я просто хотел еще раз подчеркнуть, еще раз подчеркнуть, что как раз вот эта синергия, которая возникает на стыке экономики предпринимательства, науки, культуры, она помогает развивать наше международное отношение в целом. А если мы опять с вами вернемся к термину общественной дипломатии, то мы должны с вами понимать, что вот все эти связи, они должны в первую очередь быть направлены на решение тех проблем, которые наше общество ставит как очередные, как первоочередные. То есть если мы имеем некоторые проблемы там, условно говоря, с коммуникациями, с теми же языковыми барьерами, если мы хотим, чтобы наши люди имели возможность свои знания, свои компетенции применять безотносительно там регионных обитаний, это не значит уезжать, это значит коммуницировать и быть полезными. Но интернет сейчас позволяет этим заниматься, конечно. Да, то есть это и удаленные работы, и все остальное. Вот принципы этой синергии, они ложатся в основу общественной дипломатии, но самое главное, я еще раз подчеркну, что все-таки это мы должны доносить нашу позицию о том, как мы живем, к чему мы стремимся, какие наши взгляды и убеждения для наших зарубежных партий. Вот вы говорите наши, наши вы сейчас имеете в виду Самарский регион, чью нашу? Безусловно, безусловно. Работа по продвижению общественной дипломатии, она вообще в Российской Федерации, а до этого в Советском Союзе, она строится с 60-х годов прошлого века. Для этих целей был организован фонд мира, который на сегодняшний момент прекрасно функционирует, вы прекрасно помните, был такой институт, как послы доброй воли. Но мы в Самарской области этот путь только начинаем проходить, потому что вообще регионы, они как-то здесь... Вот об этом я хотела спросить, почему бы не воспользоваться, может быть, да, очевидный вопрос, почему бы не воспользоваться связями, которые в столице там уже налажены где-то на государственном уровне, и не пойти по проторенной дорожке, и не делать каких-то телодвижений лишних, а вот именно на региональном уровне решать? Ну, давайте сразу оговоримся, что не все вопросы можно решать на региональном уровне, вопросы внешней политики, они относятся к исключительной компетенции Министерства иностранных дел, и поэтому здесь регион не может иметь собственной позиции. И мы, как общественники, тоже прекрасно понимаем, что есть внешнеполитическая линия нашего государства, которые просто занимаются профессионалы. В рамках которой мы уже настраиваем свои связи. Да, а что касается, значит, опыта, который мы можем перенять, да, и тех вопросов, в которых мы можем, помогает нашим коллегам, в том числе и с федеральными соединениями, это такая, мы эту работу уже начали, мы активно сотрудничаем с комиссией по вопросам общественной дипломатии, поддержки соотечественников за рубежом Общественной палаты Российской Федерации, мы ожидаем, что вот как раз на форум Иволга к нам приедет вице-президент фонда мира, председатель этой комиссии, Елена Васильевна Сутормина, мы рассчитываем, что нас как бы будут немножко, ну, в этом плане, может быть, как бы немножко научат даже, да, к чему нам стремиться, какие, значит, вот рэперные точки, как нам правильно выстраивать акценты в диалоге с нашими международными партнерами. И, безусловно, безусловно, мы-то настроены на то, чтобы в Самарской области, в нашем родном регионе, международные связи, которые мы развиваем, они были, во-первых, более устойчивыми, во-вторых, они были бы однозначно в интересах развития нашей области по многим направлениям, и, в-третьих, чтобы они, ну, способствовали правильному пониманию, в том числе и нашего общества, я имею в виду региональное наше общество, правильному пониманию тех процессов, их причин и следствий, которые происходят сейчас, в том числе и на мировой арене. Время наше заканчивается. Может быть, еще пару слов об Иволге. Кого еще ждать из экспертов, из гостей в эту международную смену? У кого можно будет поучиться? Ну, вот главный гость, главный наш эксперт, Елена Васильевна, я ее уже назвал. Помимо этого, мы ожидаем, значит, это несколько человек, это в том числе и эксперты Министерства образования и науки, это и эксперты Московского физико-технического института МФТИ, это и представители аппарата общественной палаты, которые, я надеюсь, в качестве экспертов объяснят нам, как правильно выстраивать работу на технологическом уровне, а вот и еще несколько других людей. Ваша покорная слуга будет экспертом на Иволге. Я планирую вместе с остальными моими коллегами в первую очередь рассказать ребятам-иностранцам, то есть постараться вместе с ними смоделировать как раз возможности вот этого сотрудничества, а самое главное постараться заглянуть в будущее и понять, к чему это такое сотрудничество может привести, выделить из этого самые положительные моменты и сделать на них упор. Ну и Самарский регион показать лучше страны, что мы такие гостеприимные и всегда рады видеть иностранных. Я думаю, что все мы хотим, чтобы наш Самарский регион выглядел исключительно хорошо. Так и есть, действительно. Это был Дмитрий Камынин, член общественной палаты Самарской области. Говорили мы сегодня об общественной дипломатии. Тема сложная, и мы к ней еще вернемся. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин